В этот день в Развилковском оздоровительно-образовательном центре «Дельфин» было людно. Пловцы на дорожках, болельщики на трибунах, судьи у бортиков напряженно сжимают секундомеры. Как иначе, ведь в заплыве важна каждая доля секунды. На дорожках ученики школ совхоза имени Ленина и Развилки покоряли дистанцию в 25 метров. Несмотря на то, что ребята учатся во вторых, третьих и четвертых классах, страсти кипят совсем не детские. Ведь некоторые из юных пловцов настроены очень решительно. Я занимаюсь плаванием садика и хочу стать знаменитой чемпионкой и получить все награды. Среди участников множество ребят, которые познакомились с плаванием не в детском саду, как Маша, а уже в школе на уроках физкультуры. Этот вид спорта привлек ребят настолько, что увлечение им распространилось далеко за рамки школьных занятий. Со второго класса упросил маму, чтобы ходить на дополнительные занятия. На дополнительных занятиях научился плавать без нарукавников. Сейчас еще хожу, сегодня пойду. Возможность знакомства с олимпийским видом спорта возникла у ребят благодаря сотрудничеству в общеобразовательных учреждениях со здоровительным центром «Дельфин». Результат его таков. Из трех обязательных уроков физкультуры в неделю – два урока ребята проводят на воде. Пользуя таких занятий ученики и демонстрировали в этот день на плавательных дорожках. Это ребята, которые полгода уже ходят к нам и сегодня показывают, чему они научили. Это как бы уроки плавания, которые внедрены в школы, и мы детей обучаем плавать. Помимо всего прочего, тренеры и руководство центра за время работы со школьниками внимательно присматриваются к ребятам. Вдруг удастся разглядеть и воспитать будущего олимпийского чемпиона. Ведь именно они открыли бронзового призера Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Евгения Рылова. Он был очень маленький. Он маленький рост, там черненький, такой маленький. Тренер знал его еще с Оренбурга. И он сказал, что этот мальчик перспективный, его очень сильно любит вода. По словам тренеров «Дельфина», вне зависимости от призовых мест и выполненных нормативов, в занятиях плаванием ценен даже не столько результат, сколько сам процесс. Легкие дыхания, костно-мышечный аппарат, позвоночник выпрямляется. Это естественная среда человека. Он когда находится в трубе-бантере, он лежит в воде. Поэтому естественная среда. И этот водой лечит. Соревнования закончились подведением итогов и награждением. Но сама школьная программа уроков физкультуры на воде только набирает обороты. Илья Кремнев, Владимир Бижонов, Елена Кошелева. Видно этого.